А зачем тогда министерство со своим штатом, со зарплатами нужно? Мы прекрасно относимся к чиновникам. Они видят все вокруг под определенным углом. А зачем вы нужны к государственному органу? Мы не можем по-другому. Нам не имется в какой-то степени. В школьной паре мы пока учимся только этому всему. Мы ищем свой путь. Мы не можем позволить, чтобы это исчезло. Мы будем поддерживать это до последнего. Вот есть эти люди. Они не боятся становиться волонтерами. Те, кто приходят, у них точно нет никакого страха. Не замерла ли остальная жизнь в связи с пандемией? Мы последний кусок хлеба отдадим. Но это у нас в крови. Тимур, приветствую. Сейчас так нужно здороваться, как нам рекомендует Роспотребнадзор. Спасибо, что нашел время поговорить о серьезных проблемах, серьезных вопросах, связанных с общественной деятельностью, с волонтерским движением. Для начала я бы хотел попросить тебя рассказать о себе, чем ты занимаешься и чем заключается твоя деятельность как члена общественной палаты, общественного совета и вообще общественной. Ты и общественной. Почему это? Я начал заниматься общественной деятельностью достаточно давно. Как-то это сквозь мою жизнь шло постоянно, еще со школьной скамьи. И вот на сегодняшний день пришло к моему существованию в общественной палате Республики Татарстана и в общественном совете Минтруда Российской Федерации. Здесь, в Татарстане, я работаю в комиссии по социальной политике и благотворительности, помогая решать социальные вопросы инфраструктурно и вопросы благотворительности инфраструктурно. А в Минтруде Российской Федерации состою в комиссии по делам инвалидов. Там моя задача заключается в том, чтобы помочь инвалидам системно трудоустраиваться на работу, потому что не секрет, что это действительно проблема большая, что человек с инвалидностью, ему как минимум тяжело найти работу по разным причинам. Где-то отсутствует доступная среда, где-то работодатель убежден, что это тяжело и вызовет проблемы. Ну и ряд вопросов, и мы стараемся системно эту проблему там решить. А зачем тогда министерство со своим штатом, со зарплатами нужно, вы подменяете работу, помогаете? Тогда зачем нужны эти общественные советы? Нет, нет, очень хороший вопрос. На самом деле мы не подменяем, мы дополняем. Конечно, где-то мы и корректируем их. То есть не секрет, что чиновники, мы прекрасно относимся к чиновникам, здесь нет никаких там каких-то глобальных претензий, это их работа. Они видят все вокруг под определенным углом, потому что иначе быть не может. Так устроено, это их работа, видеть под определенным углом, учитывать очень много интересов. При колоссальном ограничении там бюджетов, при колоссальной бюрократии и так далее. И общественные советы, да и в целом общественники вокруг существуют как раз для того, чтобы где-то направить их, где-то скорректировать, где-то сказать, что вот эта проблема на сегодняшний день острее, чем другая. Обратите на нее внимание, пожалуйста, чуть больше, чем на что-то другое. Потому что мы, как общественники, чувствуем это немножко лучше, только лишь потому, что видим под иным углом. Не из кабинетов, а, как говорится, на земле существуем. И в этом роде общественники вокруг любых государственных решений обязательно должны существовать. А зачем вы нужны государственному органу, он и без вас хорошо все знает, у него есть закон на основании, к которому он действует, у него есть бюджет, который ему выделяет, да, и у него есть поле деятельности, те же вот инвалиды, допустим. Вы-то зачем? Мы общественники, на то и общественники, что мы не можем по-другому. Нам обязательно надо пойти куда-то и объяснить, что что-то происходит не так, как должно. На то мы вот такие и случились в жизни. Нам не имется в какой-то степени, потому что нам не все равно. Общественник — это человек, прежде всего, с активной гражданской позицией, который, видя проблему, не просто наблюдает за ней, а он совершает какие-то действия для того, чтобы решить ее или помочь ее решить. И именно поэтому сначала существовали просто государственные органы, а уже затем, например, было принято решение создать при них общественные советы. Потому что это тоже результат работы гражданского общества, общественников, которые пришли к государству и сказали, нет, мы должны рядом быть. Мы должны быть рядом с вами при принятии решений, при разработке дорожных карт. Мы должны создавать рабочие группы и вместе думать, как сделать жизнь вокруг лучше. Неравнодушных людей много. Их же нужно как-то координировать, объединять, направлять их усилия в нужное русло. Какие механизмы на сегодняшний день используются? И конкретно здесь у нас, в Республике Татарстан. Ну, суть общественников или волонтеров в том, что они являются саморегулирующимися. И это их особенность, что их по сути никто не регулирует и не координирует. Они отталкиваются или мы отталкиваемся от существующей проблемы. Мы видим большое количество бездомных животных. И мы решаем помочь. Ищем приюты, что не очень эффективно, кстати. Или везем на стерилизацию, выдерживаем, а затем возвращаем в ареал обитания для того, чтобы бездомные животные перестали размножаться и постепенно их популяризация снижалась. Мы видим какую-то острую проблему и решаем принять какие-то меры для того, чтобы решить ее. И призываем людей, которым тоже не все равно, которым тоже важна эта социальная проблема, присоединиться к нам. И таким образом уже рождаются некоммерческие объединения, общественные объединения. Это сообщество людей, которые решают какую-то одну проблему или ряд похожих проблем. Они объединены по некому принципу. Конечно, необходимы площадки, где велась бы коммуникация этих сообществ друг с другом. Не координация, а просто общение для того, чтобы делиться лучшими практиками, находить партнеров, в целом разговаривать, например, с государством. И в связи с этим были созданы такие площадки, как общественные палаты. Они есть в каждом регионе. Есть федеральная общественная палата. Есть еще очень много различных некоммерческих объединений федеральных, которые позволяют тоже выйти на диалог с властью. Например, общероссийский народный фронт и так далее. Организаций очень много. И наша задача, как общественников, тоже использовать эти возможности, эти коммуникационные площадки. И мы в целом пользуемся этим. То есть государство выделяет деньги на содержание общественной палаты, снимает офисы какие-то. Вот я просто с технической чисто точки зрения подхожу. И неравнодушные люди имеют возможность прийти по определенному адресу, встретить там единомышленников, пообщаться, посмотреть там какие-то, как ты говоришь, лучшие практики. Сейчас же это тоже без определенного гаджета в офисах не сделаешь. То есть средства выделяются. Государство помогает очень сильно. И в России эта поддержка есть, она активна, и в Республике Татарстан тоже. Помимо общефедеральных программ поддержки, некоммерческих организаций, добровольчества, есть еще и региональные программы поддержки. Это гранты различные. Гранты как физическим лицам, так и юридическим лицам. Это различные программы инфраструктурной поддержки. В Татарстане можно получить, в частности в Казани, рабочие места на безвозмездной основе. Помимо того, что в целом в законе предусмотрена возможность получения помещения в целом безвозмездной, если организация является социально ориентированной, вне конкурса. То есть у муниципалитета есть ряд пустующих помещений, и на них имеют право претендовать некоммерческие организации. Конечно, обслуживание этого помещения ляжет на плечи. Организация, что тоже важно, и в целом это не всегда дешево. Но тем не менее, сам факт помещения и возможность его получения – это очень здорово. То есть получают деньги на деятельность, а не за деятельность? Или за деятельность тоже государства плана? На деятельность. На деятельность. На будущую деятельность. То есть мы пишем различные проекты, затем на конкурсной основе их просматривают эксперты и принимают решение выделить деньги или не выделить деньги, выделить иную поддержку или не выделить иную поддержку. И в данном случае это есть некий интересный механизм не то, что регуляции некоммерческих объединений, добровольцев, а скорее решение тех вопросов, которые беспокоят государство. То есть государство учреждает, например, гранты для того, чтобы решить какую-то конкретную проблему экологии. И таким образом популяризирует общественное объединение добровольчества в сфере экологии. И это очень интересный механизм как раз-таки управления. То есть по тому, какие номинации существуют в грантовых различных конкурсах, мы в целом можем сделать вывод, что сейчас интересует государство, и куда оно хотело бы привлечь внимание общественности. Общественные организации, получая подобные гранты, деньги, перед кем отчитываются, как их тратят, кто их проверяет вообще, или только вот чисто совесть. Ну нет, конечно. В целом работают все те же правила. Потому что тот же чиновник есть ответственный за эти деньги, который также проверяет. Плюс есть невероятное количество проверяющих органов, которые могут прийти спустя очень много лет и запросить любые документы. И поэтому некая халатность здесь недопустима. И это очень большая ответственность. Помимо того, что это бюджетные деньги, которые, понятно, несут в себе колоссальный вес ответственности. Какова ситуация с оказанием благотворительной помощи и поддержки этих общественных организаций на Западе и у нас в России? В чем разница? В чем плюсы? В чем минусы? Или мы еще находимся на некой школьной паре, мы пока учимся только этому всему? Гражданское общество в России проходит период становления. Это очевидно. Мы ищем свой путь. Не бывает какой-то идеальной модели гражданского общества. В каждой стране она уникальна по-своему. И Россия здесь не является исключением. Но, как вы правильно заметили, некой нормой на Западе является помогать именно деньгами, некоммерческим организациям системно. Есть некие исследования, которые говорят о том, что в ряде западных стран является нормой помогать двум, а то и трем организациям на системной основе. Чего нет у нас. То есть, если вы не помогаете, вы являетесь ненормальным. Но здесь, если вы помогаете, и вдруг, например, в сообществе внезапном каких-то ваших знакомых заходит речь о том, что вы помогаете некоммерческим организациям, и, например, это не умирающие дети, которым нужны срочно деньги на лечение, а что-то другое. Проблемы экологии, проблемы правозащитных организаций. Например, что-то такое, что не вызывает какого-то резкого резонанса эмоционального. То есть, вы там сажаете где-то деревья, например, или чистите байкальскую зону своим рублем. То это вызовет очень много вопросов в этом сообществе. Вас обманывают, ой, там, наверное, деньги еще куда-то не туда, они же мошенники, и вообще они сидят на государственной подпитке. Это у них же государственные деньги, они обязаны, это их работа. У нас с вами такое мнение почему-то у очень многих людей, но оно меняется постепенно, что очень важно. Постепенно люди начинают и через добровольчество, то есть сначала своим трудом, понимают, что это сложно, что очень большая значимость у некоммерческих организаций, что они делают очень много, и после они становятся активными жертвователями. Если они продолжают путь добровольчества, то становятся активными жертвователями. То есть ты считаешь, что это все-таки проблемы роста, и мы когда-нибудь придем к тому, что у всякой уважающей себя солидной коммерческой организации будет обязательно в резюме, да, или когда оно о себе будет рассказывать, там помощь, поддержка благотворительных проектов. Некая корпоративность, в портфолио это будет входить. Как у коммерческих организаций, так и у каждого граждан. Обязательно. А государство должно ли создавать благоприятные условия для развития бизнеса тех организаций, которые вкладываются от налогов, их освобождать? Есть же такие способы государственного регулирования? Вот тоже очень много лет люди были убеждены, что, там, или общественное объединение не платит налоги, да, но сейчас не об этом, или что у коммерческих организаций, которые помогают общественным объединениям, есть какие-то налоговые льготы. До недавних пор это было неправдой. Но сейчас есть указ президента Владимира Владимировича о том, что 1% от оборота компании можно тратить на благотворительность, и тогда это не будет исчисляться в налоговой базе. И это очень большой рывок вперед. И, наверное, если говорить о плюсах коронавирусной инфекции, то это очевидный ее плюс, что теперь у коммерческих организаций, у крупных, есть возможность до 1% от оборота направлять на помощь общественным объединениям. И учитывать это, точнее, не учитывать в налогоблагаемой базе. Это очень большой плюс. Но и такими шагами постепенно мы создаем эти условия для роста гражданской активности. Как к вам приходят вообще? Как вас найти в интернете, в группах, в соцсетях? Вот вам же нужны неравнодушные люди. Ну, смотря о каких проектах мы с вами говорим. Все-таки отталкиваемся от проектов. Кто-то любит собачек, кто-то любит деревья сажать, кто-то любит пляжи убирать. Тоже достаточно там... Да, ну и причин очень много может быть. Серьезная работа. Да, да. Кто-то там сам личную трагедию какую-то в жизни пережил и ищет что-то похожее, чтобы помочь. У кого-то... Кто-то выбрался из неблагоприятных районов, например, или регионов в стране с неблагоприятной экологической обстановки и хочет потратить свое время и тратить и средства, например, на решение этих проблем. Здесь очень хорошим способом решения может быть как раз общественная палата. Общественная палата, они должны в себе собирать информацию о том, что существует, какие практики реализуются общественными объединениями и добровольцами, в каких направлениях. И человек может прийти туда и спросить, где я могу быть полезен. И тогда его как минимум направят в некий пул организации. И он уже там может выбрать что-то более подходящее себе. То есть, если я захочу помочь где-то чем-то, если я хочу неравнодушный, я, мои дети, я могу позвонить в общественную палату, сказать, что мы хотим вот то-то. Да, да. И нас направят. Да, звонки обычно состоят из каких запросов там. Я хочу помочь деньгами, например, вот экологии хочу помочь. Вот, пожалуйста. Я хочу сам стать добровольцем где-то, куда пойти. То есть, если мы не говорим об интернете, да, где невероятно множество и тоже есть разных практик, то это общественная палата. А в интернете здесь уж, конечно, ну вопрос желания, найти можно все. Ты стал руководителем регионального клуба Всероссийской акции «Мы вместе». Что это за акция и как она будет на территории Татарстана продвигаться? В период ограничительных мер где-то с марта вот была реализована, был старт этой большой очень Всероссийской акции под названием «Мы вместе». Что это такое? Ну, название говорит само за себя. Это когда все те люди, которые хотели бы каким-то образом помочь в сложившейся ситуации, в период ограничительных мер, физическим лицам, коммерческим организациям, некоммерческим организациям объединились под эгидой «Мы вместе». Это неформальное объединение, не государственное объединение, это не объединение исключительно некоммерческих организаций или физических лиц, или коммерческих организаций, это объединение всех со всеми для того, чтобы решать острые социальные задачи. И это уже стало неким феноменом, потому что за период, получается, с марта, в течение нескольких месяцев, по всей стране была оказана силами участников акции «Мы вместе» колоссальная помощь. Это сотни тысяч физических лиц, это десятки тысяч коммерческих предприятий. Если исчислять в денежном выражении, несколько миллиардов рублей было аккумулировано помощи. Доходило до того, что даже конкуренты, конкурирующие в привычной жизни организации, например, крупные марки автомобилей, производители, давали бесплатно машины для того, чтобы волонтеры осуществили свою деятельность. Хотя они конкурируют в обычной жизни, но в этой акции они объединились. То есть это феномен. И помимо всероссийских вот этих акций «Мы вместе», также существовали региональные практики. В Татарстане, например, она называлась «Помощь рядом» и «Ярдам Янаше». Это очень похоже на «Мы вместе», только в региональном масштабе. Почему такое происходит? Не только в нашем регионе была создана аналогичная такая вот региональная инициатива. Создана естественным образом, то есть название появилось тоже естественным образом, как «Помощь рядом». Потому что иногда в регионе, на региональном уровне, мы лучше все друг друга знаем, чем на уровне федерации. Нам проще объединиться, находить какие-то коммуникационные каналы. И в период, когда нужно было делать что-то очень срочно, региональные практики просто были гибче. Потому что коммуникация «Мы вместе» шла зачастую через федеральный центр. А здесь мы все знаем друг друга и коммерческие, и некоммерческие организации, и физические лица. И если говорить о результатах помощи рядом, то они тоже внушают. Они внушают и доверие, с одной стороны, и поражают своим масштабом. 55 тысяч семей по 4 раза получили помощь продуктовую. Было накормлено 200 тысяч человек обедами горячими. Ночлеги были организованы для нескольких тысяч человек. Потому что, когда все остановилось, и многие люди оказались просто без возможности даже переночевать, они лишились работы, они лишились денег на существование, и остались здесь, в Казани или в других городах республики. И надо было с этим что-то сделать. И участники акции «Помощь рядом» пришли на помощь и это сделали. Огромное количество юридических консультаций было оказано, психологических. Когда мы с вами заперлись с нашими семьями, повылезали семейные конфликты. Была открыта помощь и в этом направлении. Центр образования «Ягаза» он называется. Он оказывает помощь под эгидой «Помощь рядом». Ярдамин Аши оказывал помощь именно семьям, как в этой сложной кризисной ситуации, но просто не распадся как семья. И нам удалось сохранить семьи. А что касается дальнейшей работы, то для того, чтобы не потерять вот эту синергию огромную, набранный опыт, огромное количество партнеров, мы приняли решение сохранить это под эгидой «Мы вместе» на региональном уровне. И эти клубы будут заниматься поддержкой этих отношений всех со всеми, для того, чтобы приходить на помощь в разных ситуациях. Например, в чрезвычайных бедствиях. Потому что это огромное количество силы, оно не должно исчезнуть. Мы не можем позволить, чтобы это исчезло. Мы будем поддерживать это до последнего. Сейчас вы ощутили вот это нарастание потребностей в вашей помощи? Мы ощутили, но я не могу сказать, что был очень резкий спад. Наша помощь волонтерская и помощь некоммерческих объединений или тех же всеобщего объединения под эгидой «Помощь рядом» или «Мы вместе», она не уходила на нет. Она в том или ином виде все равно продолжала существовать. И продолжит. Сейчас, как вы правильно заметили, еще большее количество заболевших ежедневно фиксируется. И мы будем увеличивать наши мощности. Благо, есть люди, которые готовы помочь. Вот есть эти люди. Они не боятся становиться волонтерами. Сейчас же уже все понимают, что опасность реальная. Если весной какие-то хихники, хакники были, еще государство пережимает, перегибает палку. Ну, государство сильно напугало нас и весной. Да, ну, там много скепсиса было. Сейчас этого скепсиса нет. Сейчас вот когда у тебя заболели твои родственники, ты уже понимаешь, что... Вирус реальный, но он близок. Да, и он близок. Вот, люди не боятся. У вас есть волонтеры. Приходят к вам. Приходят. Люди, те, кто к нам приходят, не боятся. Я бы так сказал. Те, кто приходят, вот у них точно нет никакого страха. А те, кто не приходят, мы с ними особо не коммуницируем. Потому что, может быть, в России так устроено, это наш какой-то дух. Мы все равно приходим на помощь, когда нужно. Мы и последний кусок хлеба отдадим. Но это у нас в крови. Это то, что есть у нас и нет. Вот, если мы с вами сравнивали другие страны, очевидно, нет в других странах. То, что последнее мы отдадим. И когда уже нам будет совсем плохо, мы все равно поможем. И поэтому я уверен, что проблем с желающими помочь, как в физические лица, так и коммерческие предприятия, я думаю, проблем не возникнет. И мы сейчас получаем постепенно, как и получали, различную поддержку. Кто-то делится средствами индивидуальной защиты, покупает антисептики. Кто-то готов помогать продуктовыми наборами. Кто-то деньгами. Кто чем может. И я думаю, что мы справимся. Куда обращаться? Вот человек посмотрел, позыв какой-то у него пошел, хочу помочь. Во-первых, какие направления деятельности, чем занимаются ваши волонтеры. И второй, куда обратиться, если ты хочешь по какому-то из направлений помочь. Это продуктовая помощь. Это волонтеры, которые ходят, покупают продукты и приносят их домой. Для тех, кто находится на самоизоляции или по тем или иным причинам не может покинуть место своего жительства. Это психологическая помощь. Нам очень нужны волонтеры-психологи. Это юридическая помощь. Потому что где-то кто-то больничный не успел оформить. Но ему вынуждено находиться на самоизоляции. Где-то, может быть, неправомочное взаимоотношение с работодателем. Что-то еще. Это любые, в целом, это любые желающие, которые так или иначе хотят помочь чем-либо. Я уверен, что мы найдем применение их желания в любом случае. А где это сделать? Работает единый сайт. Мы вместе 2020.рф. Это федеральный ресурс. Но мы получаем оттуда все заявки. То есть у человека есть единое окно входа, когда он хочет стать волонтером, оказать какую-либо помощь, если он организация или просто гражданин. Или получить эту помощь. Все это делается в одном месте. Скажите, а сколько человек сейчас в Казани, в республике, вы владеете статистикой, осуществляет помощь на дому, ходит за продуктами, покупает хотя бы порядок? Ну, если говорить о самых последних цифрах, то по Татарстану это несколько тысяч человек. С волонтерами разобрались, а вот если пожилое, мне нужно сходить за продуктами, я болен, в конце концов заболел, родственников нет, я лежу, мне выходить нельзя из дома. Куда позвонить? Также на этот сайт. Вместе2020.рф там есть как и просто электронные заявки, так и единая горячая линия, бесплатная. Можно позвонить, оставить заявку, заявка придет нам, мы ее перенаправим волонтеру, и он решит эту проблему. Можете вы нарисовать некий такой портрет волонтера, кто сейчас к вам придет, студенты, работающие, женщины, мужчины? Говоря о портрете, прежде всего, и это логично, самыми популярными волонтерами у нас в этот период были волонтеры-медики. Это люди, которые учатся в медицинских вузах, и они по стремлению своей души не могли пройти мимо этой ситуации. Они вызвались помогать своим коллегам. Они имеют право проходить там практику, находиться в целом в лечебных различных заведениях. И если бы не волонтеры-медики, то система здравоохранения наверняка ощутила бы намного более сильный удар, потому что эти люди действительно оказали огромную колоссальную поддержку медицинскому сообществу на местах. Что касается других людей, ну да, наверное, самая популярная, так сказать, когорта – это молодежь и студенты. Это правда. И у нас она очень популярна. Но и сейчас возрастает большое количество серебряных волонтеров. Мы увидели невероятный всплеск бабушек и дедушек, которые вызвались помогать. Ну, они разные проблемы видели, потому что, наверное, в своей жизни. И понимают, что решать проблему можно только сообщая. Какие проекты не связаны с COVID-повесткой сейчас вы реализуете? Удается ли, остается ли на них время, сила? И вообще не замерла ли остальная жизнь в связи вот с пандемией? Было сложно. Конечно, многое изменилось. Мы реализуем наш основной проект «Мечтай со мной здесь и сказание». Это история про то, как мы исполняем нематериальные заветные желания детей и пожилых с состоянием здоровья, выражающим жизни. Это может быть цель, поездка, роя или встреча с известными людьми, с кумирами. И это абсолютно оффлайн-проект. Сам по себе. Это оффлайн-проект. И это проект, где главными участниками являются люди, чьё состояние здоровья и так, мягко говоря, находятся в зоне риска. И поэтому нам было чрезвычайно сложно продолжать осуществлять этот проект в период ограничительных мер. Потому что, во-первых, просто нельзя было покинуть свое жилье, а во-вторых, ну... Не подвергаясь опасности. Какой родитель отпустит своего ребенка больного раком, например, на улицу, где вирус и очень много людей, и очень много рисков. Мы попытались переформатировать этот проект, и мы делали онлайн-истории. Мы старались организовывать встречи с кумирами через различные каналы коммуникации в интернете. Это, конечно, немножечко не то. И я думаю, что мы понимаем, что мы все равно реализовывали эти цели, мы осуществляли эти мечты. Потому что у нас есть проект, очень... Ну, 6 лет проекта, у нас есть некоторый опыт, и мы понимаем, когда мечта осуществлена, а когда нет. У нас есть прям критерии. Мы работаем потом с семьями, с детьми, мы понимаем, что даже через интернет некоторые вещи возможно сделать. и возможно осуществлять мечты, которые, казалось бы, должны быть только оффлайн, через интернет, через онлайн-связь. Но, я думаю, мечтай со мной, это история про то, что нельзя просто взять и оцифровать. Все же, все говорят, вот, долой офисы, долой вообще оффлайн-проекты, все можно делать онлайн. Да неправда. Есть вещи, которые очень важны. Важны, и они должны осуществляться в реальном мире. Они не должны переходить в онлайн. Живое человеческое общение. Да, и мечтай со мной, это пример об этом. Это эмпатия, это тактильность, это все то, что очень важно людям, и это невозможно заменить. Мы сейчас все готовимся к акции ежегодной «Елка желаний». Когда на елке висят желания детей, те, которым, ну, так сказать, немного важнее это, чем обычным детям исполнение их желаний, будут расставлены эти елки с желаниями детей в различных партнерах и в регионах, и здесь, в Татарстане. И все желающие смогут снять это желание, конечно, при нашем присмотре, потому что это риски, это ответственность, понятно, и помочь осуществить какое-то новогоднее желание ребенка, проживающего в сиротских домах или из неблагополучных семей, или которого, кто находится в состоянии здоровья, угрожающей жизни. В прошлом году, кстати, очень хорошо эта акция прошла, я видел ее, наш президент, премьер-министр, и Владимир Владимирович, во всех регионах нам удалось провести в том году эту акцию, и для нас в преддверии этого нового года это большой вызов, потому что уже очевидно, что ограничительные меры будут, очевидно, что эти мероприятия, где собирались тысячи людей, где мы ставили эти елки, их не будет, и это сложно. Но мы не сможем и не хотим оставить без этих возможностей наших детей и подопечных. Мы что-то, и уже сейчас с командой начинаем придумывать какие-то варианты, подключать большое количество партнеров для того, чтобы эта акция состоялась. Хорошо. Тимур, спасибо вам большое. Я желаю вашим благородным начинанием успехов, чтобы люди шли к вам с чистой совестью и реализовывали свои желания помогать, а вы бы направляли их в нужное, нормальное, хорошее человеческое русло. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Спасибо.